Решение, победу одержал Владимир Пальченко Друзья, а перед началом интервью я хочу по новой нашей хорошей традиции разыграть перчаточки с турнира RCC Intra, в них дрался Павел Гордеев Бой закончился новым контестом, но когда вы их получите и бой будет у вас, я думаю, что вы обязательно победите Условия конкурса очень простые, банальные, но конкурс будет веселый Напишите в комментариях, никнейм ваш, если бы вы были бойцом, никнейм должен быть крутой, боевой, главное веселый и лучший написавший получит от меня вот этот вот подарок, победители определим после того, как выпустим все интервью с турнира RCC Intra, дерзайте, а теперь интервью Справа от меня Владимир Пальченков меня сейчас поправили, который одержал победу, бой был очень крутой, на встречных курсах молодец, поздравляю тебя, расскажи, что сейчас чувствуешь, какое ощущение? Ну вот, чувство облегчения, потому что к этому поединку долго готовился, была длительная подготовка, в протяжении которой было очень много таких дворадских моментов, травмы, всякие там моменты жизненные, которые прям накладывали, плохо влияли на подготовку, но тем сильнее я морально собрался, настроился и был готов рвать до последнего, что я и сделал Вопрос будет немного странный, я начал свое YouTube-творчество лет 7 назад, когда я сам занимался ММА, мы записывали обучалки и мы записывали выход из треугольника, и я как раз выходил вот этим способом, которым ты вышел Катя, накинули треугольник, ты закидываешь сам ноги и ноги выпрямляешь, да, откуда ты это узнал, ты это отрабатывал до этого? Да, вообще у меня мой коронный прием, это сам треугольник, поэтому я его, когда только начинал свою любительскую карьеру, я боев 30, наверное, выиграл только по любителям этим приемом, и чтобы хорошо делать прием, я очень много отрабатывал, как из него выйти, то есть, чем лучше знаешь, как человек сможет защититься, там тем лучше ты более на лору не будешь делать сам прием, поэтому треугольник, это моя короночка, то я точу и сам из нее выхожу Были вообще какие-то у тебя сомнения в том, что могут задушить, или ты точно знал, что выйдешь и дышал? Ну, я знал, что в худшем случае я просто уснул, потому что стучать у меня вообще не было, на самом деле треугольник мне накинули, сам виноват, я немного расслабился, я стоял на коленях, что ли, сверху, он мне ударил пяткой в голову, и я что-то, о, меня ударили, я на коленях нельзя, пока я вот это про себя говорил, он мне ударил, получается, и ногу сразу накинул на шею, я такой, блин, кому я вам что-то доказываю, что меня ударили, не ударили, нужно не отвлекаться от боя, ну и начал сразу защищаться и очень разозлился, конечно, поэтому, возможно, эта спортивная злость мне даже помогла отсюда вылезти. Окей, давай немножко поговорим про твою подготовку и вообще про твой клуб, он называется «Мангуст», достаточно странное название, вообще, расскажи про свой клуб, хотя есть типа песня, забыл, как мужика зовут. Для фанатов драки красивой, ощущений острых ловцов, есть возможность смотреть самых сильных и отважных искусных бойцов. Это панкрадион, будто тигр, а сильный, как слон, быстро и ловок, как мангуста, вот что всем говорил Заратустра. Боец ММА, и там типа быстро и ловок, как мангуста, но все равно расскажи, почему так назвали клуб? Ну, клуб назвали, клуб у нас образовался в 2008 году, вот, образовали его два моих тренера, Фунтиков Игорь и Максим Сандаков, то есть у нас в городе. Я пришел в 2009 году, вот, и попал, то есть на эмблеме у нас изображен, то есть мангуст, который сражается с коброй, то есть вроде как считает тем, что кобра это такое очень опасное животное, существо, но есть много видеороликов, где мангуст очень спокойно забирает ей спину и финиширует ее. То есть, и вообще наша политика клуба, наша, когда она образовывалась, была, чтобы финишировать соперника, при этом принесла как больше, как больше, меньше потерь. То есть, планом, позащищал, позащищал, все, перевел, забрал спину, там, финишировал, все спокойно, не травмировано, ничего, ушел домой. Окей, теперь давай поговорим про недалекое будущее. РССИ нам рассказали, что анонсировали турниры, в мае будет большой турнир РССИ, в конце мая будет еще интро, и, по-моему, летом тоже у них будет турнир. Когда будешь готов снова выступить, и будешь ли просить у организаторов турнира бой? Бой, конечно, буду просить. То есть, но на ближайший месяц, наверное, я уже не смогу, мне нужно немножко травм подлечить. Я, как я говорил, уже, когда сюда готовился, были травмы такие неприятные, некритичные, но, то есть, мешающие мне выступить на максимуме своих возможностей. Поэтому хочу сейчас подлечиться. Если, конечно, летом есть турнир, то летом я, безусловно, был готов. Что же, надеемся, тебе предложат подраться летом, поздравить еще раз с победой, бой был крутой. Хотел еще один момент рассказать. У нас вот в мае проходил турнир М1 в Оренбурге. Мы как раз там с тобой виделись. Я помню это. Ты мне дал ежедневник бойца, подарил. Я сказал, что в ближайшем будущем ты будешь желать у меня интервью. Давай, кстати, как тебе этот ежедневник, потому что парень, который мне попросил их дарить бойцам, я постоянно об этом забываю, я подарил тебе и еще, по-моему, Денису Гольцову. Он вообще помогает тебе? Крутая тема, нет? Ну, тема крутая, но, блин, я вот в этих моментах, конечно, очень ленивый. Я сейчас стараюсь более серьезно к этому подходить, но так порой потренируешься и вообще что-то там даже писать, попил, поел уже, лечь, вообще ничего не делать. А вообще вещь очень хорошая, то есть она именно на личную, личную перспективу, да, когда я занимался так, и думаю, блин, а чем я прозанимался последние там полгода, смотришь, смотришь, к этому много времени, или в этом много, а тут, блин, вообще у меня вот это не получается. Так вот же я там за пять месяцев это 20 раз силы сделал, а надо было больше, чтобы это получалось. Круто, еще раз тебя поздравляю с победой. Друзья, подписывайтесь на Владимира, будет ссылочка на инстаграм вот здесь, подписывайся на новый инстаграм местник ММА, мы не спрашиваем про план на бой, и желаем тебе, чтобы все-таки был бой, хотя бы летом. Все, спасибо. Сдань, спасайся. Друзья, еще больше интервью с лучшими российскими бойцами можно найти на нашем канале. Кроме того, вас каждый день там ждут новости, топы, обзоры, репортажи с турниров, инсайды и еще много чего интересного. Также не забудьте подписаться на наш новый новостной канал MMA Live, там каждый день выходят новости и много уникального контента. А если вам нравится то, что мы делаем, будем рады донату на новый микрофон. Мы так на него и не собрали, но верим в вашу поддержку. Удачи!